Продолжим. Как вы помните, в конце прошлого сюжета я начал решать задачу, но понял, что это не лучший способ объяснять, когда всё происходит в спешке, и оставил всё на следующий раз. Таких задач вам придётся решать много, чтобы как следует ознакомиться с величинами, включёнными в закон всемирного тяготения Ньютона. В задаче говорилось о двух планетах, одна из которых — Земля. Теперь у меня есть время её нарисовать. А вторая планета — Земля-малышка. Пожалуй, лучше называть её просто «малая планета», чтобы не путать с Землёй. Изобразим её зелёным. Это как бы указывает, что на ней можно жить. Пусть её радиус равен 1,2 радиуса Земли, а масса — 1,2 массы Земли. Судя по этим данным, её плотность, скорее всего, больше средней плотности Земли. Здесь есть над чем подумать. Чему равна её плотность? Если радиус равен 1,2, объём будет существенно меньше 1,2. Не будем углубляться, но вам стоит об этом поразмыслить. Задача спрашивалась. Если один и тот же человек, то есть я, стоит на поверхности этой планеты и на поверхности Земли, то какую долю земного тяготения составляет сила тяжести, действующая на него на этой малой зелёной планете? Вначале определим действующую на меня силу земного притяжения. По закону всемирного тяготения, сила взаимодействия между мной и Землёй Fz будет равна гравитационной постоянной G, умноженной на мою массу. Обозначим её буквой M с индексом M, M большое. И на массу Земли Mz, а затем делённой на квадрат расстояние Rz. Делённое на квадрат расстояние Rz. Вот это расстояние. На самом деле это расстояние между двумя центрами масс моим и Земли. И хотя я не очень низкого роста, однако по сравнению с расстоянием от поверхности до центра Земли, расстояние от поверхности до моего центра масс пренебрежимо мало, поэтому достаточно учесть только радиус Земли. Так что разделим всё произведение на квадрат земного радиуса. Теперь используем те же переменные для расчёта силы тяжести на моей планете. Согласно закону тяготения, сила Fm, действующая на тело на поверхности этой малой планеты, запишем это зеленым цветом, равна произведению той же гравитационной постоянной G моей массы M, M большое, которая не изменилась от перелёта на другую планету, а также от массы этой планеты, которая в условии обозначена буквой M с индексом M большое. Как там указано, масса MM равна одной второй массы Земли Mz. Просто подставим это в формулу. Таким образом, сила тяжести на малой планете равна произведению перечисленных величин, делённому на квадрат расстояния от поверхности до её центра масс, то есть на квадрат её радиуса Rm, равной одной второй радиусы Земли Rz. Поставим это значение в формулу, возведя в квадрат, упростим полученное выражение, вынесем вперёд коэффициент 1 2, тогда сила равна 1 2 g умножить на мою массу, затем на массу Земли разделить на 1 4 и на квадрат радиуса Земли. Квадрат радиуса Земли. Чтобы разделить 1 2 на 1 4, достаточно умножить 1 2 на 4. Поскольку деление дроби на дробь, можно заменить умножение 1 дроби на дробь, обратную 2. 1 4 в знаменателе превращается в 4 в числителе. Умножим 4 на 1 2 и получим 2. Это просто арифметика. В результате сила тяготения на малой планете будет равна удвоенному произведению гравитационной постоянной на мою массу и массу Земли, делённому на квадрат радиуса Земли. И если внимательно посмотреть, то это выражение подобно выведенному для силы тяготения Земли, но с коэффициентом 2. Правда? Так что можно сказать, сила, действующая на меня на поверхности этой малой планеты, в действительности равна удвоенной силе тяжести на поверхности Земли. fm равно 2fz. Если подумать, это удивительно. Ведь, казалось бы, наибольшее значение для гравитации имеет масса объекта. Чем массивнее объект, тем сильнее он будет меня притягивать. Однако из решения задачи видно, что это не так. И меньшая по массе планета притягивает моё тело даже сильнее, чем Земля. Почему это так? Потому что я нахожусь ближе к её центру масс. И, как было сказано ранее, эта планета большей плотности, чем Земля. Её масса составляет только половину земной, зато объём намного меньше, чем половина объёма Земли, поскольку объём пропорционален кубы, или третьей степени радиуса. Не хочу отвлекать вас от сути дела, но это важно. Для расчёта сила тяготения большое значение имеет не только масса объекта, но и его радиус. А так как в формуле закона стоит квадрат радиуса, то он даже важнее. Это очень интересная и неочевидная вещь. Действительно, если речь идёт о планете с массой вдвое меньше, чем у Земли и так далее, в этой ситуации часто возникает вопрос о различии сил притяжения на этой планете и на Земле. Поскольку у нас осталось некоторое время, то прежде чем закончить этот сюжет, разберёмся с ещё одним вопросом. Размышляя о тяготении, особенно о силе тяжести на планетах и тому подобном, люди всегда думают, что эта Земля притягивает их. Представим себе Землю. Она огромна по сравнению с маленьким космическим кораблём, летящим мимо неё. Вот он наш, маленький космический корабль. Поэтому обычно считается, что Земля притягивает этот корабль, или же на него действует сила притяжения Земли. Но на самом деле есть и обратное действие. Ведь формула симметрична. Обе массы в ней равноправны. Поэтому неверно говорить, что один из объектов притягивает другой, так как тяготение определяется взаимодействием двух объектов. Они оба притягивают друг друга. Так что если Земля притягивает меня с силой 500 ньютонов, есть и обратное действие. Я притягиваю Землю с такой же, но противоположно направленной силой в 500 ньютонов. Мы с Землёй взаимно притягиваемся. С моей точки зрения всё выглядит так, как будто Земля притягивает меня, но в реальности и я, и Земля притягиваемся к нашему общему центру масс. В данном же случае, если Земля притягивает космический корабль с некоторой силой, её можно вычислить, поставив конкретные значения, ну, допустим, она равна миллиону ньютонов, то верно и обратно. Космический корабль будет притягивать Землю с такой же силы, равной миллиону ньютонов, но направленной противоположно. И оба объекта будут двигаться относительно общего центра масс. Этот центр масс находится очень близко к центру Земли, поскольку Земля намного массивнее, чем космический корабль. Точка на рисунке показывает расположение общего центра масс, совсем рядом с центром Земли. В этой ситуации Земля сдвинется в направлении корабля совсем незначительно, хоть он её и притягивает. При этом сам корабль направится в сторону земного центра масс, и в некоторой точке не сможет двигаться дальше. Войдя в атмосферу как камень, он достигнет поверхности и, вероятно, разобьёт. Как бы то ни было, я хотел бы донести до вас, что необязательно один объект притягивается другим. На самом деле, оба объекта притягиваются друг к другу, одновременно или к общему центру масс. Это легче понять, если представить двух человек, парящих в космосе. Они бы действительно оказали заметное гравитационное воздействие друг на друга. Это даже романтично, их тянуло бы друг к другу. Теперь попробуйте это вычислить. К сожалению, у нас мало времени, но можно проделать расчёт самостоятельно, пользуясь формулой и гравитационной постоянной. Например, чему равно гравитационное притяжение между двумя людьми? Вы увидите, что оно невелико, и между двумя людьми, плавающими в космосе, существуют и другие силы притяжения, вероятно, сильнее гравитационных. Оставлю вас с размышлениями. До встречи.